Оно просто отвратительно. С презерением отнесся бы к этому. Ну, конечно, это же их личное пространство, их личное время. Я это не одобряю лично. Имеет ли учителям право на личную жизнь? Таким вопросом мы задались в связи с последними событиями. Волну негодований вызвал поступок двух преподавателей из Калардинской области. Они посетили клуб для трансвеститов в Турции. Родители потребовали уволить педагогов. Однако те ушли со школы по собственному желанию. Редакция «Голоса народа» решила узнать у казахстанцев, могут ли учителя вести себя за пределами школы так, каким захочется. Ну, конечно, это же их личное пространство, их личное время. А если, например, педагог вашего ребенка, вы бы увидели его в каких-нибудь непрелистойных местах? Ну, надо сначала разобраться, из-за чего, из-за чем и почему. У всех есть законы, у всех есть права, у всех есть личное время, свое время. Рабочее время. Ну, я считаю, да, это как бы, как в других странах, в Европе, я думаю, у нас тоже должно быть так. Ну, примерно, мое мнение. Если бы педагог вашего ребенка, вы его где-то непристойном месте заметили бы, вы как к этому относитесь? Ну, я бы отнесся, конечно, да, если так, если уже так спрашивать, я бы уже как бы с презерением отнесся бы к этому. Я думаю, да. У нас же демократическое государство. Каждый имеет свой взгляд на жизнь. И учителя не исключение этому. А как бы вы отнеслись, если бы вот педагог, который преподает вашему ребенку, посещал какие-то непристойные? Ничего подобного. Только, чтобы он преподавал аккуратно то, что по программе. Негізгі менің ойым, муғалімдер сабақ уақытында, ондай немен айналысуа болмайтып ойлаймын. Уткені, біз муғалім оқушыларға, және де қоғамға үлгі болуымыз керекте. Ал жеке өмірді, ол, мысал, үш ай, мысал, не болады, ол бізде демалыс болады, сол кезде, қайда барса да, ол өздерінің еркі болады, деп ойлаймын. Да, если это не в школе, если она учительная, в принципе, вне, может вести себя как угодно. Правительство должно поставить какие-то рамки, знаешь, оно должно принять решение, написать, что можно, что нельзя, как учителя должны вести, и по всем инстанциям просто раздать, чтобы учителя знали, что у нас за это, может быть, по башке настучать могут. Я же не знаю, как вам ответить. Конечно, личная жизнь должна существовать. У любого человека, она есть личная жизнь, они же должны отдыхать тоже, наверное. Но вот эти клубы, которые, как вы говорите, трансвеститы, я это не одобряю лично, я не знаю. Вы как бы отреагировали, если педагог вашего ребенка посещал какие-то непристойные? Я был бы против. Я думаю, да, потому что это же личная жизнь, это за пределами школы, и мне кажется, ну, это же тоже люди, обычные люди, хоть и государственные, этих работают, но все равно, мне кажется, да, они имеют право, я бы ничего не имею против. Если вот педагог, который вашего ребенка преподает, если бы он посещал такие непристойные места, нормально, да, ничего страшного? Да, нормально. Ну, самое главное, это же, они же не транслируют это в школе, в каких-то местах, а именно это личная жизнь, в принципе, думаю, это нормально. И в социальные сети они могут выкладывать, да? А, ну, насчет этого, не знаю, думаю, это уже, не знаю, в закрытых аккаунтах, если чисто для друзей, тогда можно, потому что мы же тоже иногда подписываемся к ним, смотрим, вот, какие они у нас, вот, поэтому, думаю, в социальных сетях лучше не выкладывать. Нет, наверное, надо соблюдать законность и правопорядок. Стоит отметить, что экс-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов считает, что педагоги это такие же граждане, как и все, и никто не может быть ограничен в своих правах.